Всем доброго времени суток друзья и сегодня будет финальный обзор на Лучадора, в котором я уже с опытом игре на Лучадора около, ну короче с его старта в игре расскажу вам как играется на этом Титане, какие плюсы, какие минусы, что во-первых это противотитановый Титан и у меня на нем сборка два каннибал реактора и две тяжелых брони, чтобы он хорошо мог бороться с Титанами. И во-вторых, у меня есть Соклановец в союзниках, двойкой мы ходим, у него есть топовая Медуза, а Лучадор плюс Медуза это вообще лучшее сочетание в игре, которое когда-то могло быть, то есть такое сочетание выносит вообще абсолютно любого Титана, какого бы вы не встретили Титана, от него мало что останется после того, как вы выйдете на Лучадоре вместе с Медузой. А вот здесь на маяке очень жесткая заруба началась, и я даже не успел понять, что происходит. Я прыгнул сюда и моментально получил минус ласт. И минусанули меня мгновенно. Так, против нас тоже один из клана Молот. Так, короче, там на маяке надо его подснять. Только что-то мне мешает здесь вот эта штука. Я еще подпрыгнул каким-то неведомым образом. Так, у меня еще есть Клакинг Юнит. Опа. Еще Скорпион вражеский. Будем с ним разбираться сейчас. Так, и вражеский Ауджун. А вот это уже плохо. Так, ну у нас 5 маяков. В принципе, сейчас уже у красных время очень быстро начнет убывать. И им потом весь оставшийся бой придется очень за маяками сильно следить. А нам, соответственно, не нужно давать им вообще послабление в маяках. И тогда все у нас будет супер круто. Так, даю лечение своему союзнику. И взлетел Ауджун. А я зачем-то сюда пошел. Ну ладно. Сейчас будем с ним, значит, разбираться. Так, а тут, кстати, ревенант вражеский. Если присмотреться. И вражеский Фафнер. Ну, Фафнера не стало. А вот ревенант по-прежнему здесь. А с ревенантами бороться это то еще удовольствие. Ну, ладно. Мы все равно будем его атаковать. Стараться его разобрать. Так, пока что отойдем на заднюю часть маяка. Но нет, он стреляет по мне. Потому что музыка ему побольше урона достается, чем... Так, теперь пойдем на нычку. На Раване. Кто-то уже вывел Титана. Лучадор высадил наш союзник. Не знаю насчет вот моего союзника. Мне кажется, он на Фенрире до сих пор. О, вернее, Сокоманднику. Сокомандника. Но если он на Медузе, то это печально. Потому что если Медуз сейчас сгорит, это будет очень плохо. Я не смогу на Лучадоре быть под Медузой. Надо вот этих ребят, конечно, разобрать. Потому что они очень что-то сильно мешают. Так, первый готов. И за бочкой, за бочкой быстрее. Все, отлично. Так, у нас еще одна Медуза есть в команде. Это вдвойне хорошо. И вот, как я и говорил, да. Рано вывели Лучадора. Вот такие плюхи вам будут прилетать. Кстати, вот вышли Титаны. Сейчас я скину Равану по-быстрому. Об Лучадора. Да не надо меня лечить, Медуза. И быстрее, быстрее, быстрее. Побегу на нычку. Тут сейчас будет очень жарко. Я вам гарантирую. Начинаем работать по Лучадору, потому что Титан очень сильный. Его нужно сносить в первую очередь. Сейчас будет стрелять по мне. Я сразу включаюсь, чтобы не потерять лишнюю хпшку. Все, первого снесли. Вот видите там сейчас Муромца. Этот Муромец очень прокаченный. Я вам сразу скажу. Но Лучадор это как медоед. Ему на все по барабану. Он просто идет по открытой местности. И ему абсолютно плевать, какой там уровень у кого. Насколько там кто прокаченный. Насколько много кто вложил в игру. Он просто идет, он как медоед. Это ему на все по барабану. Теперь внезапно наш медоед обнаружил сборище титанов. Они ему очень понравились, как вкусная добыча. Ну и он решил такой. Почему бы и нет? Ну и собственно забрал тут всех титанов. Ну наш Лучадор это титан не насытный, знаете. Поэтому он решил такой. А почему бы Тифона не съесть нового? Ну и значит бьется с Тифоном. Спокойно себе, да? Так, а вот это уже плохо. Кстати, фишка Лучадора, что он может планировать во время прыжка. Это ему очень помогает. Так, ну собственно Тифона Лучадор наш съел. Ему понравилось очень. Подождите, еще не съел. Я записываю видео во время игры, так что все эмоции, они как бы происходят как во время игры. То есть никакого тут постановы нет. Ну и внезапно наш Лучадор решил перекусить Фенриром. Почему бы нет? Подумал Лучадор и прыгнул на респ к урагану. Ну и Фенриро отжали мои союзники. Ну это для Лучадора абсолютно не проблема, потому что у нас есть союзник на Медузе. Если есть союзник на Медузе, то Лучадор теоретически бессмертен. Ну и он такой, почему бы не съесть ястреба такой? Значит, приземлился сюда спокойно. Отпынул ястреба вверх, чтобы союзники успели вкусом насладиться, так сказать. И встал в позу. И ждет. После наслаждения новой жертвой он победил из-за еще одной жертвы. Ну тут закончился бой, потому что произошла победа. Вот, так оно случилось. Посмотрим, сколько мы набили в этом бою, собственно. 12 убитых, 6300. И это можно считать один Лучадор. Но в других роботах я совсем мало набил. Так что всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи. Всем хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok